В далеком прошлом ингуши заявили о себе не только на поле брани или в службе его императорского величества, но и во многих других сферах деятельности. Краевед и исследователь Берснаку Газиков долгие годы ищет сведения о многих наших земляках, среди которых и талантливый журналист начала XX века Зоурбек Ахушков. Зоурбек Хавдевич сотрудничал со многими российскими газетами. В период с 1898 по 1914 годы он опубликовал более 700 статей, и практически все найденные материалы вскоре будут выпущены отдельной книгой, поделился с нами приятной новостью Краевед и исследователь. Также он подчеркнул, что Ахушков печатался как в провинциальных газетах, так и в крупных изданиях. Газета «Санкт-Петербургские ведомости», это газета «Южный край», это газета «Русское слово», «Голос Москвы», очень много газет. И он писал под псевдонимом, под разными псевдонимами. Но надо понимать, почему он так писал. Дело в том, что в 1896 году он за то, что дал пощечину офицеру, был осужден на 17 лет каторги, и он бежал из-под суда, уехал в Турцию. Там служил в турецкой жандармерии, дослужился до полковника турецкой жандармерии. И находясь там, он отправлял в Россию свои статьи газеты. Имя Заурбека Ахушкова, как корреспондента, возможно, оставалось бы неизвестным, если бы в Российском государственном военно-историческом архиве не удалось обнаружить его письмо генералу, где он пишет о том, что живет в Турции, живет неплохо, но тоскует по родине и всем сердцем любит Россию. Пишет в этом письме Заурбек Ахушков и то, что свою любовь к отчизне он доказал большим количеством материалов, которые на протяжении долгих лет выходили на страницах печатных изданий, так как он был в розыске и писал под различными псевдонимами. И вот он дает ссылки на свои псевдонимы и в каких газетах он участвовал. И таким образом мы отсмотрели затем газеты, выявили все корреспонденции его из Константинополя и таким образом нашли все, что связано с его публикациями. Но несколько лет назад я был в Стамбуле и нам удалось там в архиве обнаружить его письма в прокуратуру в Стамбуле. И эти письма, они написаны, как видите, османским шрифтом. До сих пор, правда, мы не перевели их. Но это говорит о том, что Заурбек Ахушков, он, значит, зная французский язык, зная немецкий язык, знал, соответственно, турецкий язык, писал на этом языке. В качестве свидетельства мы имеем документы, написанные арабской вязью. Кроме того, Берсонко Джабраиловичу удалось найти ряд писем на русском языке в газете «Русское слово» за 1913 год. Побывал исследователь и в Стамбуле, в том месте, где жил Заурбек Ахушков. Собираемся представить на суд читателей его статьи. Они очень интересные. В основном они касаются турецкой жизни. Ну и иногда он затрагивает и жизнь кавказца в Турции. Это очень крупный, очень мощный человек, который, насколько я вот смотрю, там из всей среды кавказских корреспондентов он выделялся больше всех. Выделялся Заурбек Ахушков среди всей братьев журналистов не только по количеству опубликованных материалов, но и стилю. Владея несколькими языками, он, несомненно, был интеллектуалом по меркам того времени. Берсонко Газиков отметил, что жизнь Заурбека Ахавдевича малоизучена. Известны лишь некоторые страницы биографии. К примеру, в своей книге «Албанская сирена» историк Брешко Брешковский рассказывает любопытный эпизод, связанный с Ахушковым. В 20-х годах 20 века Заурбек жил в Албании. Там сдружился с бывшим королем Албании Ахмедом Загу и позже способствовал тому, чтобы он зашел на престол. Это говорит, что наш знаменитый предок был не только хорошим публицистом, но и смелым и отважным человеком.